МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кроме антиаварийного вождения, существует еще и профессиональное, то есть гоночное. Но значит ли это, что пилоты водят опасно? Разобраться в вопросе нам помог Михаил Алешин на автомобиле мини-купер. Объем двигателя 1,6, 105 лошадиных сил, привод передний. Максимальная скорость 198 км в час. В городе особо не погоняешь, а иногда так хочется. Но сегодня у меня есть возможность. Я проведу два часа вместе со знаменитым гонщиком Михаилом Алешиным. Миша, здравствуй. Ну что, нам не будем нужно, сразу поедем. Давай, мой автомобиль тебе на растерзание. Михаил Алешин. Чемпион мировой серии «Формула Рено 3,5». В сезоне 2012 будет участником королевских гонок «Формула-1». Первые места, красивые костюмы, крутые автомобили, шампанское девушке. Вообще работа гонщика – это очень непростая работа. Это касается и моральной точки зрения, и физических параметров. То есть нужно очень хорошо готовиться к гонкам. Нельзя просто приехать и этим заниматься. Просто так. Это то же самое, что, например, первый раз там прыгнули с парашютом. То есть все естество тебе говорит, что нет, что ты делаешь, не надо этого делать. Ну, мне не терпится уже приступить к уроку. Что делать? Мы вручаем вибрацию, основное средство нашего общения. То есть вы не остаетесь в машине с вами? Я буду находиться снаружи. Так удобнее контролировать, во-первых, ваши действия. Во-вторых, всегда инструктор, сидя справа, психологически дает на ученика. Вот это я согласен. И это… Спасибо. Ровнее газ, ровнее. Задача – просто держать траекторию передними колесами. На занос внимания не обращаем. Все внимание на направление передних колес. Газ ровнее. Не надо сбрасывать, не надо нажимать резко. Вот, 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 да, хорошо. Вот так всегда больше места. На БМВ у меня задний привод и БМВ, поэтому это намного эффектнее, как бы, смотрится и проще намного. Что ты получаешь от гонки? Ну, гонки – это вообще моя жизнь. Я этим занимаюсь 7 лет и уже как-то даже не представляю себя без этого. В первую очередь, гонки – это, конечно, удовольствие от самого процесса, от побед, от всего, что вообще связано со скоростью. То есть это как-то уже, ну, наверное, болезнь какая-то. Такого плана, как любитель автогонок и гонщик, может быть. Зависимость от скорости, да? Потому что да, есть же, ну, действительно, есть у людей, зависимость от адреналии. Как вот в таком режиме, как у нас сегодня, снег, лед на дороге, как новичку, ну, не спортсмену, не гонщику, да, управлять автомобилем, той совет. Когда, скажем так, человек, который не занимался автоспортом, он вот, как бы, проходит какие-то курсы, там, да, экстремального вождения, он начинает понимать, как работает, как бы, физика передвижения, да, на машине. То есть, когда, там, тебя начинает заносить, что нужно делать, там, с педалей газа, с педалей тормоза и так далее. Не знаю, со стороны кажется, все очень просто. Хочу попробовать, если разрешит Михаил. Естественно, сейчас попробуем. Ну, все. Смотрите, что будет.